МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе указывая ПУЦ. Каждый верующий должен открыть и использовать свой духовный дар. У каждого верующего есть хотя бы один дар. Если вы не будете практиковать ваш дар, вы узнаете о том, к чему Бог вас призвал на этой земле, только когда попадете на небеса. Многие благословения вы видите только потому, что используете свой дар так же, как ваше сердце качает кровь. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Первое послание Коринфянам, 12 глава. Царь всех царей преподнес нам на день рождения духовный дар. Каждый получил очень щедрый духовный подарок. У большинства из нас несколько даров от царя всех царей. Есть и те, кто так и не развернул свой подарок. У некоторых до сих пор подарки лежат в коробке на полке. Но Писание говорит нам, что каждый верующий получил по крайней мере один дар. По крайней мере. Один. Царь всех царей щедро благословил вас даром от него. Позвольте сказать вам, что за годы моего служения я понял, что служат причиной того, что многие верующие не разворачивают свой подарок. Таких причин две. Как многие из вас знают, я много ездил по миру, поэтому я видел церковь во всех аспектах на каждом из шести континентов. Есть две причины, по которым люди не раскрывают и не используют свой дар. Во-первых, есть те, кто считает, что их дар не так уж важен на фоне других значимых даров. И они смотрят на других и говорят, «О, ну вот у этого человека важный дар, а мой духовный дар на самом деле не важен». Они считают, что своим даром они ничего существенного сделать не смогут. Поэтому они покоятся в этом убеждении. Они думают, что их дар ничего не стоит, поэтому никогда и не используют его. Апостол Павел говорит об этом в стихах 15, 16 и 17. Далее, вторая причина, по которой люди не используют свой дар, заключается в том, что некоторые верующие чувствуют, что они достойны более важного дара. Я видел это в своей жизни. Люди хотят даров других людей. Они недовольны подарком, который дал им Бог. Их не устраивает дар, который дал им царь царей. Поэтому они его игнорируют и впадают в депрессию, не понимая, почему. И Павел говорит об этом в 21 стихе. «Я хочу, чтобы вы меня услышали сейчас. Это важно». Слово Божие отвергает обе эти отговорки. Библия учит нас, что непредполагаемые дары более низкие по значимости. «Ни гордыня не угодны Господу». Ни одна из этих отговорок не угодна Господу. Я обнаружил, что ко многим церквям применима следующая басня. Разные органы тела собрались вместе, чтобы решить, какой же орган или какой член тела является наиболее важным. И вот их диалог. «Мозг сказал, поскольку я уже координирую каждую функцию в теле, логично считать, что я выполняю роль самого важного органа в нашем теле». Но сердце сильно возражало. Оно говорило примерно так. «Без меня, прокачивающего кровь по телу, никто из вас не смог бы функционировать ни секунды». «Следовательно, я самый важный член тела». В этот момент глаза округлились от недоумения. Ни за что. Без нас тело не видит, куда оно движется. Мы самые важные члены тела. Разумеется, не смолчал и рот. Я думаю, что дар уст — это в основном для проповедников, да ладно. К беседе подключается рот и говорит. «Я говорю, вообще-то за все тело. Так что это я, самый важный член тела». Таким образом, одна часть тела за другой начали заявлять, почему же они являются самым важным членом тела. И, наконец, заговорила Шея. Она заявила, «Все вы ошибаетесь. Я самый важный член тела». И это, разумеется, привело в ярость и мозг, и сердце, и глаза, и рот тоже. Тогда мозг сказал Шее, «Ты не делаешь ничего важного». Сердце заявило, «Если бы тебя не было, мы бы даже не скучали по тебе». Все эти нападки на Шею, конечно же, вызвали в ней бешенство, ярость и напряжение, вызвали скручивание мускула в шее, и она начала причинять мучительную боль всему телу. Боль была настолько сильной, что мозг не мог думать, а глаза мутнели, слезились и перестали видеть вообще. И сердце начало работать настолько интенсивно, что то и дело периодически стучало через раз. И вот, все члены тела снова собрались через неделю, и все они согласились, что шея таки самая важная часть тела. Так какой же урок мы можем извлечь из этой басни? Не обязательно быть сердцем, не обязательно быть мозгом, и не обязательно быть легкими. Все, что нужно, чтобы быть важным, быть болью в шее. Быть тем, кто всем докучает. А теперь посмотрим, что написал нам апостол Павел. Это 12 глава. Он сказал, что для того, чтобы победить невежество, вы должны научиться различать. Это стихи с 1 по 3. Во-вторых, он говорит, что каждый верующий должен открыться и использовать свой духовный дар. Это стихи с 4 по 19. И в-третьих, он говорит, что для того, чтобы тело было здоровым и целостным, каждый член тела должен придерживаться своего дара. И мы рассмотрим эти наставления подробнее. Сатана знает важность духовных даров. Он понимает лучше, чем большинство христиан, насколько важно использование духовных даров в церкви. Он очень хорошо это понимает. Итак, что он делает, чтобы ослабить церковь? Он производит поддельные дары. Он производит похожие дары. Он производит ложные дары. И Каримская церковь, как и некоторые современные церкви, серьезно пострадала от поддельных даров. Вы спросите, как можно отличить дары Святого Духа от поддельных? Отличный вопрос. Я рад, что вы спросили. «По плодам». Вы узнаете это только лишь по плодам. Скажите вместе со мною «По плодам». Способ отличить поддельные дары от даров Духа Святого это убедиться, являет человек плод Духа или нет. По плодам их узнаете их. Есть ли в том, что делает этот человек любовь, радость, мир, терпение, доброта? Благость, верность, скротость и самоконтроль. Потому что поддельные дары вызывают разделение, ропот, критику и отказ подчиняться. Дары Духа Святого созидают тело Христово, а поддельный дар разрушает тело Христово. Дары Святого Духа производят гармонию и единство и передают друг другу истину с любовью. Поддельные дары демонстрируют эгоизм и выпячивание своего Я. В городе Каринф, где процветало язычество, и поэтому там были провицатели, там существовали гадания и мистические религии. Люди в этом городе обладали всевозможной магической силой, чем они доказывали свои заявления. Через короткий промежуток времени после того, как в Каринфе была основана церковь, сатана приступил к действию в этом городе. Он, как обычно, начал мутить духовную воду в отношении библейского учения в церкви Каринфа. Это факт, что всякий раз, когда Бог приступает к действию в определенной области, сатана всегда идет по пятам с поддельными чудесами, со своими подделками. Некоторые могут подумать, что сатана и его демоны проводят все свое время, вкладывают все свое время и энергию в гангстеров и торговцев наркотиками. Эти люди думают, что это все, чем занят сатана. Но умоляю вас, подумайте еще раз, они не станут тратить время на тех, кто уже им принадлежит. Зачем им это делать? Нет. Послушайте, сатана и его демоны проводят большую часть времени среди христиан. Особенно много времени они уделяют церквям, в которых верят в Слово Божие. Сатана действует медленно, но верно, через христиан, не способных различить истину от подделки. Его цель — подорвать их уверенность в Слове Божьем. Он работает медленно, но верно, чтобы заставить их усомниться в уникальности и авторитете Слова Божьего, чтобы поставить под сомнение учение Писания. С самого начала самыми известными словами сатаны были «Подлинно ли сказал Бог?» «Подлинно ли это Бог сказал?» И вы видите, что как только он вносит в церковь сомнения, медленно, но верно, эта церковь оказывается церковью, полностью отступившей от библейского авторитета. Библия говорит, что Антихрист будет творить чудеса. А вы знали об этом? Он будет творить чудеса. Подумайте об этом вместе со мной. Подумайте о христианах, которых вы знаете, которых так легко сбить с толку чем-то впечатляющим. Подумайте о неразборчивых христианах, которые сразу ловятся на крючок, когда видят что-то впечатляющее. Услышьте меня сейчас. Сатана понимает, насколько ценны духовные дары, и поэтому, если он может сбить с толку народ Божий, он в конечном итоге разворотит всю церковь. Вот почему Павел сказал в первом стихе, «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Как же бороться с неведением? Нужно научиться различать. Я скажу кое-что еще. Второе, что он говорит в стихах с 4 по 19, это что каждый верующий должен открыть и использовать свой духовный дар. Вы никому не делаете этим одолжение. Реестественная благодарность за дар, доверенный вам Богом. Послушайте, ссоры, разделение, разногласия, компромисс с библейской истиной, безнравственность, злоупотребление христианской свободой. Все это происходило в Каринфе и Каринфской церкви, потому что они не могли различать истинные дары. Поэтому неудивительно, что все это делало их несчастными, они были недовольны своими духовными дарами. Они завидовали, и они желали даров других людей, а к своему дару относились с пренебрежением. И они высокомерно говорили, глядя на те дары, которые дал им Бог. Я не собираюсь этого делать, я не буду этого делать. Все это признаки похоти, и поэтому Павел здесь приводит важную аналогию с телом. Эта аналогия приведена не просто так, важно проанализировать человеческое тело и соотнести его с телом Христа, потому что в Каринфе человек, который был ухом, хотел быть глазом, а глаз хотел быть рукой, а тот, кто был ступней, глубоко засовывал ее в рот. Но послушайте, такое отношение — это оскорбление мудрости Бога и любви Бога, потому что эти люди говорят так. Мне не нравится дар, который дал мне Дух Святой. Мне не нравится, куда Святой Дух поместил меня. Если я не стану рукой, я вообще не буду выполнять свою функцию в теле возлюбленной. Это оскорбление Бога. Это не имеет ничего общего даже со структурой церкви. это оскорбление самого Бога. Каждый раз, когда вы встречаете критически настроенного, сварливого христианина, вы можете быть уверены, что он или она не использует свой духовный дар. Попомните мое слово, потому что это не только оскорбление Бога, но и приводит к ослаблению тела Христова. И это подводит меня к третьему пункту, который приводит здесь, Павел, вы побеждаете неведение развлечением. Верующий должен использовать свой духовный дар. Павел говорит, что в любом здоровом цели должны функционировать все члены тела. Я думаю, что многие из вас слышали то, что я слышал на протяжении многих лет. Этот принцип называется принцип 80 на 20. Он состоит в том, что 20% людей тянут на себе все служение и все пожертвования, а 80% просто принимают. Любая церковь, в которой не все члены используют свои духовные дары, страдает, как страдало бы человеческое тело, в котором не работал бы какой-нибудь орган. Если глаз есть, но не работает, то вы видите лишь одним глазом или уши. У вас два уха, но работает лишь одно, тогда вы слышите только одним ухом, или нога, одна работает, а другая нет, или рука, одна работает, другая нет. В случае с носом вы получаете заложенный нос. Эти органы могут быть в теле, но при этом не работать. Подумайте об этом с точки зрения человеческого тела. поймите, философия, которая гласит, «Меня достаточно, и мне больше никто не нужен», это философия сатаны. Если подумать о прославлении в начале служения, вы пришли сюда сегодня, чтобы мы по-новому пережили встречу с живым Богом. Подумайте о тех, кто усердно трудился всю неделю, трудился, когда их никто не видел, без верности тех, кто трудится, молится и жертвует, это время встречи с живым Богом было бы невозможным, это время не было бы таким прекрасным, никто из нас не может выполнять свое служение без взаимной зависимости друг от друга. Но это еще не все. Слово Божие говорит нам, что некоторые спрятанные члены тела, такие как сердце, печень, легкие, они скрыты от глаз, никто не может их видеть, но они являются. наиболее важными органами вашего тела. Послушайте, люди, которых вы не видите, которые не на виду, не на сцене, это наиболее важные члены тела Христова. Могу я услышать ваше аминь? Бывают моменты в моей жизни, когда, если честно, я расстраиваюсь, я борюсь, я в отчаянии. Бывают моменты в моей жизни, когда я веду настоящую духовную войну, и Святой Дух говорит мне, помни, что за тебя молятся люди. Я не могу вам передать, как это много для меня значит, как это меняет меня изнутри. Я обновляюсь просто потому, что знаю, что кто-то за меня молится. Послушайте, если вы молитвенный воин, может, вы никогда не увидите, пока не попадете на небеса. То, как Бог использовал вас, когда вы проявляли свой дар ходатайства и молитвы. Сколько чудес, сколько благословений, сколько силы и помощи получали служители просто потому, что вы применили свой тихий дар, так же, как сердце перекачивает кровь, а вы этого не видите? Возможно, вас никогда не увидят, но вы жизненно важная часть тела Христова, как печень или легкие для человеческого тела. Есть верные, тихие, жертвенные даятели, о которых никто никогда не услышит, включая меня, без которых это глобальное служение не состоялось бы. Они могут быть невидимы для наших глаз, я верю всем сердцем. И у меня есть слово Иисуса, чтобы подтвердить это на небесах. Тысячи людей будут подходить к ним со словами благодарности. Они скажут им, благодаря вашей жертвенности, благодаря тому, что вы сделали, я теперь на небесах. Я убежден, что без этого тихого, невидимого служения тело не могло бы функционировать и не могло бы приносить плоды, если бы вы не использовали свои духовные дары, тело не могло бы даже существовать. Мы плачем над тем, что произошло с нашей культурой, но, слава Богу, за семь тысяч колен, которые не преклонились перед балом. Несмотря на то, что мы видим в нашей культуре ужасные вещи, я не представляю, что было бы с нами, если бы неверные люди, которые молятся, жертвуют и проявляют свой дар. Мы были бы в гораздо худшем положении, чем сейчас, это точно. Я не раз говорил это, и я хочу повторить это снова. Я уверен, что увижу это исполняющимся, когда приду на небеса. Я уверен, что те служители, чье служение видимо, чьи дары были видимы, как в поместной церкви, так и за ее пределами, будут на брачном пире Агнца в задних рядах по сравнению с теми, чье служение было невидимым. А те, чьи имена никто на земле не слышал, кто невидимо трудился для Господа, будут сидеть на этом пире рядом с Агнцем Божиим. Возлюбленные, послушайте, Господь ищет верности, а не видимости. Господь вознаградит верность, а не видимость. Позвольте мне поделиться с вами фактами, которые я прочитал много лет назад. Я люблю рассказывать об этом, потому что это важно. И этим я хочу закончить эту проповедь. Мне сказали, что в Соединенных Штатах насчитывается 768 кораблей, которые составляют то, что обычно называют «Нафталиновым флотом». Эти суда, по-видимому, стоят на якоре в разных гаванях по всей стране и регулярно проходят техническое обслуживание. Борта этих кораблей постоянно подкрашивают свежей краской. Дырки замазывают, чтобы предупредить коррозию, чтобы эти корабли не заржавели. Внутри тоже прогревают и увлажняют все оборудование, чтобы оно не испортилось и не пришло в негодность. Заметьте, что хотя эти корабли могут быть готовы к бою за короткий промежуток времени, в настоящее время они абсолютно бездейственны. Я помню, как в первый раз, когда я прочитал об этом, я понял, что огромное количество народа Божьего можно назвать именно так, нафталиновыми христианами. Я молю Бога, чтобы никто, кто меня сейчас слышит, не подпал под эту категорию. Этих людей объединяет служение неравнодушных верующих и друзей. Они не ходят в церковь, пока их не посетят дома. Когда они разочарованы, им нужен кто-то, кто бы за них помолился. За них будут молиться, им будут служить, но сами они никогда не используют свои духовные дары и никогда не послужат, подобно нафталиновому флоту. Они уютно чувствуют себя в церкви, получая духовную помощь, но никогда не служат другим и сами ничего не делают. Возлюбленные мои, если я говорю сейчас о вас, то умоляю вас, умоляю вас перед Богом, примите решение измениться сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова